Добрый день, коллеги! Начинаем нашу с вами встречу. Сегодня наша встреча с вами посвящена учету ТНС в эксплуатации. Предлагаю нам с вами познакомиться. Те, кто меня еще не знает, я Оксана Сидоренко, консультант-аналитик по ЕРП. В прошлом я главный бухгалтер. И сегодня мы с вами поговорим, соответственно, о том, каким образом ведется учет ТНС в один из ЕРП именно глазами бухгалтера. И мы сегодня поговорим о учету спецодежды, каким образом это отражается в ЕРП. Сразу буду говорить, что мы рассматриваем все примеры на релизе 2.5.10.38. Дело в том, что у нас вот эта тема, учет спецодежды, очень динамично меняется. С одной стороны, меняется законодательство. С другой стороны, от релиза к релизу этот функционал тоже меняется. Я вам буду некоторые особенности говорить в процессе демонстрации, соответственно, где у нас что в последнее время поменялось. Ну, сейчас давайте еще буквально одну минуточку. Я предлагаю нам с вами немножечко познакомиться. И буду прям совсем не против, если вы все-таки в чате напишите, из какого города вы нас смотрите. Впервые ли вы на наших семинарах от нашей компании Кодерлайн, были ли вы на предыдущих вебинарах по теме учета МЦ, работаете ли вы уже в ЕРП или только планируете в ней работать. И, соответственно, если вы уже работаете в системе, то система ваша типовая, либо же у вас есть доработки в вашей системе. Так, соответственно, пока, если вдруг будет желание, и вы будете писать нам для обратной связи, а мы пока пойдем по плану, который, собственно говоря, я составила для общения с вами. Итак, учет спецодежды именно с применением ФСБУ-5. Я надеюсь, что вы уже все перешли в него. И какие же особенности? Значит, настройки учета на забалансовых счетах, где-то у нас происходит. Настройки учета и учет малоценных ТМЦ. Категории эксплуатации поговорим. Проговорим про учет группового основного средства, которое рождается у нас именно из ТМЦ в эксплуатации. Использование направления деятельности при передаче в эксплуатации. Какие у нас есть ограничения функционали и отчеты ТМЦ в эксплуатации. И так как мы на прошлом семинаре немножечко не успели поговорить про методы оценки ТМЦ, что такое ограничение, детализация в разрезе видов деятельности именно по ФДС, и что такое нежесткое обособление. Надеюсь, мы успеем до этого дойти. Итак, по поводу учета спецодежды. В связи с введением, ну теперь уже это новое, видите, я поставила специально в кавычки СПУ-5, понятие спецодежды и малоценки теперь по большому счету пропадает. И теперь мы не можем погашать стоимость пропорционально времени использования, либо наработки должны всю стоимость списывать сразу при передаче в эксплуатацию. И единственное, что остается в блоке спецодежды, это количественный учет для сохранности имущества. Так вот, что же у нас влияет на поведение системы? Для того, чтобы это посмотреть, мы сейчас с вами перейдем, одну секундочку. Так, мы сейчас с вами перейдем непосредственно к, соответственно, системе ERP. С чего начинается? С НСИИ и с учетной политики. Дело в том, что в учетной политике у нас в организации есть такой разрез, как учетная политика именно бухгалтерского учета. И в рамках политики бухгалтерского учета нас сегодня будет интересовать только подраздел запасы. И в подразделе запасы есть два момента интересных. Первое – это вести дополнительный учет ТМЦ в эксплуатации на забалансовых счетах. Соответственно, чтобы у вас, у нас была возможность анализировать ТМЦ в эксплуатации не только при помощи управленческих отчетов, которые, к счастью, дорабатываются, но также и исключительно для нас с вами, как для бухгалтеров, традиционные именно в оборотной сальдовой ведомости. И второй момент – это списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходные в месяцы приобретения. При этом мы с вами проговорили, что как таковое понятие малоценки вроде как уходит в связи с применением Фейсблума, но такая возможность, тем не менее, в ERP остается. Итак, что же это такое? Напоминаю, что всегда у нас, где нам что-то непонятно, есть гиперссылочки, и по этим гиперссылочкам мы можем для себя прочитать пояснение, что это означает списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяцы приобретения. В соответствии с ФСБУ-5 запасы, сразу проговорю, стоимость, то есть только стоимость, но не количественный учет. Стоимость спецодежды не является запасом и должна быть сразу списана на расходы в месяцы приобретения и еще тоже, по-моему, обращу внимание, в бухгалтерском учете. То есть только в бухгалтерском учете не будет налогового. Соответственно, если вы ведете ПБУ-18, то мы понимаем, что у нас будут обязательно налоговые разницы. Соответственно, если мы будем списывать такую стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяцы приобретения, то мы тогда сразу же настраиваем и счета учета для корректного списания ТМЦ и статью расходов для списания малоценных ТМЦ. Значит, что такое, каким образом все это настраивается, мы сейчас с вами подробно проговорим. По гиперссылочке настроить счета учета, соответственно, мы попадаем с вами в наши настройки. Но мы сейчас будем отдельно про них говорить в каждом отдельном случае, поэтому к этому моменту мы вернемся. Нас будут интересовать только все то, что касается номенклатуры. Итак, статья расходов для списания малоценных ТМЦ. Я ее вот именно так специально я вызвала, списание малоценного, потому что мы сегодня будем несколько статей расходов рассматривать, чтобы они у нас между собой не переплетали, чтобы мы понимали, откуда какая статья пошла. Итак, для малоценки мы создаем статью «Списание малоценного ТМЦ». И я поставила на коммерческий, опять же, чтобы у нас была разница именно в регламентированном учете, так как мы с вами все-таки рассматриваем учет ТМЦ в эксплуатации с точки зрения именно бухгалтера. Раз бухгалтер, значит, нас интересует именно отражение в регламентированном учете. Соответственно, счета учета прописала, что это у нас 44-й, и в данном случае я прописала, что этот 44-й у нас будет закрываться на себестоимость. И вид расхода по основной деятельности, я пишу, соответственно, в налоговом учете, у нас будет приниматься как материальные расходы. Здесь уже в зависимости от того, как вы настроите статью. Помним, да, что ERP работает, отражение в регламентированном учете, все зависит от того, какие настройки мы пропишем в, как правило, ГФУ. Итак, это первый момент. Второй момент. Всписывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяце приобретения. Откуда же у нас берется понимание, что это малоценная ТМЦ? Как система это будет узнавать? Для этого у нас есть классификаторы номенклатуры, виды номенклатуры. Соответственно, в видах номенклатуры, либо в самой номенклатуре, у нас еще есть группы настроек финансового учета номенклатуры. Так вот, тоже я для данного примера создала специальную отдельную ГФУ, которую так и назвала. Малоценные. Ну, в данном плане я назвала сырье и материалы, потому что у меня будет учитываться на счете номер 1001. Где же мы все-таки, система откуда будет брать информацию о том, что данная ТМЦ у нас будет малоценная? А появилась такая функциональность, то есть мы ставим признак того, что именно те позиции, в которых будет принимать участие данная группа настроек финансового учета номенклатуры, система будет понимать, что она относится к малоценным ТМЦ. И сразу же видим у нас гиперссылочку. Соответственно, на нее не ленимся, нажимаем на вся гиперссылка. И когда только начинаем работать с каким-то новым функционалом, для того, чтобы для себя, как минимум в голове, обобщить ту информацию, которая у нас есть. И это у нас будет обособленное списание ТМЦ. Соответственно, если в учетной политике в учет у нас включена настройка, а мы именно с этого с вами и начали, с учетной политики, что списывать стоимость малоценных ТМЦ на расходы в месяцы приобретения, о чем это говорит, что нам не нужно будет отдельно контролировать этот процесс. Система будет сама выполнять списание именно суммовое, и именно только в бухгалтерском учете в регламентной операции расчет себестоимости при закрытии месяца. Итак, малоценные мы с вами посмотрели. Вот такое. Статью расходов настроили, учетную политику настроили, и, соответственно, можем переходить, изучать данный процесс. С чего начнем? Начнем, естественно, самое первое – это у нас с приобретения. Мы сначала с вами приобретем ТМЦ, где у нас в ГФУ мы все пропишем. Я создала несколько номенклатур сразу же для понимания, для того, чтобы было удобно это просматривать, в наименовании номенклатуры сразу же прописала счета утета, на которых будут учитываться данные позиции. Соответственно, еще раз напоминаю, что малоценные будут определяться по ГФУ, где у нас настраивается в самой номенклатуре. В самой номенклатуре можно в двух моментах. Первое – основные параметры – это вид номенклатуры. Соответственно, если мы в виде номенклатуры пропишем с вами ГФУ, то она будет при создании, соответственно, новой номенклатуры с данным видом номенклатуры, если мы пропишем ГФУ, то сразу будет автоматически подтягиваться. Если мы в виде номенклатуры это не указываем, тогда нам нужно будет каждый раз при создании номенклатуры указывать именно в элементах справочники номенклатуры группа финансового учета. А уже в группе финансового учета мы поставили признак, что относится к малоценным ТМЦ. В данной ситуации я составила только одну для одной позиции ГФУ с малоценкой. Остальное у меня все не малоценка. Ну, вот для того, чтобы, опять же, нам понимать разницу поведения системы. Вот, допустим, в инвентаре я не поставила, что эта позиция относится к малоценным. Хотя, по факту, конечно, в большинстве случаев это так и будет. Итак, мы создали приобретение, провели данный документ и после того, когда мы проводим данный документ, мы видим, что у нас система формирует проводки. Для того, чтобы проводочки автоматически каждый раз сформировались, каждый раз не нужно было нажимать на клавишу «Отразить в регламентированном учете», мы заходим по клавише «Еще» и нажимаем «Отражать в учете при открытии». Один раз нажали, отразили, и, соответственно, во всех остальных случаях, во всех документах, не только этого вида, у нас будет автоматически формироваться проводки в регламентированном учете. Итак, мы видим, что все у нас распределилось именно на счета учета тех, которые мы прописали с вами в ГФУ. То есть, видите, вот если спецодежда, я написала 10-10, но 10-10 – это я для информации, мы для себя понимаем, что это взялось из ГФУ. Значит, на 10-10. 10-10 в ГФУ, значит, и счет 10-09. И так по отношению ко всем счетам. Ну вот, я выбрала. Эти здесь на самом деле совершенно не принципиальны. Следующий момент. Где же у нас учитываем, мы ведем учет именно по ТМЦ? Первый момент – это управленческий. И второй момент – это регламентированный. Журнал именно по введению ТМЦ в эксплуатации зависит от того, в каком релизе вы работаете. Если в более старых релизах и в презентации я вам сделала скрины, прямо где это находится, это будет находиться в подсистеме… вернее, не будет находиться, а ранее находилось в подсистеме склада доставки. В более свежих релизах это находится в подсистеме внеоборотной активы. Есть прямо система ТМЦ в эксплуатации, и, соответственно, здесь находятся у нас документы. Мы можем формировать сразу же здесь все документы движения. При этом сразу хочу тоже сказать момент, что именно движение ТМЦ в эксплуатации – это лишь разновидность. Вот видите, написано документ ТМЦ в эксплуатации. На самом деле это разновидность документов внутреннего потребления. И сами документы внутреннего потребления, обычные, если они не касаются ТМЦ в эксплуатации, они находятся действительно в подсистеме склад и доставка. Но по ТМЦ в эксплуатации, соответственно, в еще раз более старых релизах в подсистеме склад, в новых – это внеоборотные активы. Посмотрим, какие мы можем документы создавать. Соответственно, заказы, передачи, перемещения, списания и возврат. Обо всех про них проговорим. Можем создавать документ, именно передача в эксплуатацию. Вот видите, у нас здесь написано внутреннее потребление, а создается документ передачи. Сейчас покажу, откуда берется эта передача. А можем создавать непосредственно на основании документа приобретения. Вот мы с вами сделали документ приобретения. И, соответственно, чтобы, например, не перепутать, какой склад, есть ли у нас какое-то подразделение, если у нас прописано в управлении деятельности, к нему мы тоже вернемся, чтобы меньше заполнять информацию, мы можем просто на основании данного документа сформировать документ передачи в эксплуатацию. Соответственно, система у нас все заполняет, все данные, и нам здесь нужно будет только запомнить то, что есть. Значит, система в данной ситуации повторила абсолютно все те элементы, которые у нас уже есть. Опять же, на сегодняшний момент мы можем и пользоваться клавишей «Подобрать товар». Соответственно, когда мы пользуемся клавишей «Подобрать товар», у нас просто открывается справочник элементов номенклатуры. И мы здесь можем единственное поставить, что какое количество у нас доступно на конкретном складе. только это количество прописать. При этом видите, что у нас все позиции автоматически повторились из документа приобретения, а по факту их несколько другое. Почему такая разница? Потому что я уже создавала некие документы для того, чтобы опять же вам показать эти моменты. И что мы можем здесь делать? Можем посмотреть, соответственно, подчиненные документы и видим, что на основании данного приобретения у нас уже создан документ «Внутреннее потребление». Но мы с вами говорили только что, из общего журнала у нас там идет слово «передача». Так вот, «передача» у нас идет, это именно хозоперация, передача в эксплуатацию. То есть можно просто списать на затраты, а можно именно передать в эксплуатацию. Соответственно, если мы спишем на расходы, то у нас уже не будет нигде, ни в каком виде учета количественного, соответственно, материального, следить за тем, допустим, в каких подрастелениях, на каких складах, за какими физическими лицами данный инструмент, спецодежда, инвентарь, спецоснастка и так далее числится. На закладочке «Товары» как раз вот то, что мы видели, красными пунктирами заполнены все те поля, которые нам необходимы. Какой у нас здесь основной справочник, каким мы пользуемся? Это справочник «Категория эксплуатации». Соответственно, в последних релизах он у нас находится в подсистеме «Внеоборотные активы», «Настройки и справочники», «ТМЦ в эксплуатации» и «ТМЦ в эксплуатации». Вот я здесь создала несколько. Сейчас, соответственно, проговорим про каждый из них. Первая возможность. Что делать? Можно отражать имущественный учет. То есть система будет вести учет данного имущества. Единственное, будет вести учет только в количественном выражении после того, когда мы передадим. Здесь же мы указываем срок эксплуатации, который в системе в настоящий момент, по крайней мере, показывает только как справочную информацию, не совсем до конца доработанную. Чуть попозже до этого дойдем. Я скажу, что не доработано. И, соответственно, если вы пользуетесь функционалом ТМЦ в эксплуатации, если у вас особенно большое количество для упрощения, скажу, где как проще доработать, либо, допустим, как где-то что-то смотреть. Так. ГФУ, как успел заметить, настроена только на складе. Смотрите, ГФУ по складам не настраивается. ГФУ есть именно ГФУ номенклатуры. То есть либо вы... Я прошу прощения, что я отвлекаюсь сразу же для того, чтобы не потерять никакие вопросы, чтобы вам было понятнее. Когда вы создаете номенклатуру, ГФУ номенклатуры либо подтягивается из вида номенклатуры, либо непосредственно в номенклатуре указываете. Еще раз. В НСИИ администрирование, НСИИ классификатор номенклатуры. У нас есть здесь группы настроек финансового учета номенклатуры. Именно здесь указывается то, на каком счете у нас будут отражаться те или иные позиции. Соответственно, когда мы используем какой-то справочник в данной ситуации, но так это у нас в категории, прошу прощения, так в, допустим, приобретении непосредственно в справочнике номенклатура, ГФУ у нас может подтягиваться либо из вида номенклатуры, но вот в данной ситуации я вид номенклатуры оставила за скобками, не заполнила. Вот видите, группа настроек финансового учета, то есть это именно номенклатуры, не склада. Либо непосредственно в самой номенклатуре мы указываем группу финансового учета. Так, если на этот вопрос ответила, значит, ответила. Если вдруг нет, тогда вы меня, пожалуйста, поправляйте. Так, теперь правильная цепочка документов. Заказ ЗК в ТИО, так, передача в эксплуатации. Заказ ЗМАВП. Я прошу прощения, я вот такой аббревиатурой никогда нигде не пользовалась. Так, не поняла, что значит не ответила. В складе нет настройки ГФУ. ГФУ у нас есть, ну, по крайней мере, допустим, при приобретении у нас здесь проводки формируются из ГФУ номенклатуры и ГФУ взаиморасчетов. Открываем ГФУ. Просит у нас, прошу прощения, мне важно, чтобы все поняли. Открываем ГФУ. Так. А, я поняла, про что вы говорите. Вы говорите про настройки счета учета по организации и складам. Действительно, такое ограничение есть, и одна и та же позиция на разных складах или в разных организациях может действительно учитываться на разных счетах учета. И, допустим, для одной организации, например, это будет полуфабрикат, допустим, собственного производства, а для другой, например, это будет готовая продукция, а для третьего это будет товар, а для четвертой организации или склада это будет, например, сырье или материалы. И, соответственно, здесь действительно как исключение мы выбираем, по какой организации, либо в этой организации, либо на складе. Действительно, такое есть, но это все-таки, так скажем, исключение для ГФУ номенклатуры, а не для ГФУ склада, потому что на складе может храниться большое количество ТМЦ, и для каждого ТМЦ будет счет учета тянуться именно из ГФУ номенклатуры, который прописан в номенклатуре. Но уточнение действительно очень хорошее, что можно сделать разделение учета одной и той же позиции на разных счетах учета в зависимости от склада или от организации, где находится. Итак, возвращаемся к справочнику категории эксплуатации. Еще раз. Имущественный учет. Мы проговорили, что если у нас ведется имущественный учет, значит, мы сможем видеть данные позиции с вами в управленческих учетах, количественный учет, без суммового учета. Дальше. Есть возможность вести учет по инвентарным номерам. Сразу покажу. Значит, если мы не проставляем возможность вести имущественный учет, опять смотрим, у нас есть гиперссылочка, что если имущественный учет отключен, то ТНЦ в количественном выражении списывается сразу при передаче в эксплуатацию. И в дальнейшем им уже будет недоступно ни перемещение, ни списание, ни возврат. То есть умерла так умерла. Соответственно, если выключен имущественный учет, мы не можем указать ни срок эксплуатации, хотя бы даже справочно, ни учет по инвентарным номерам, ни по фестлицам, ни списывать в виде группового ОС. Что это такое, мы сейчас каждое посмотрим. Данные функции доступны только тогда, когда включен имущественный учет. Соответственно, если включен имущественный учет, мы можем справочно указывать срок использования ТНЦ в эксплуатации. Мы можем ввести учет по инвентарным номерам. Тогда, соответственно, при любых документах, использующем движение с данной категорией эксплуатации, нам нужно будет указывать обязательно инвентарный номер, соответственно, по которому будет идентифицироваться данная позиция. То есть справочники элементов – это будет, допустим, дрель, допустим, перфоратор – это действительно дорогая, дорогостоящая вещь. И, соответственно, прикрепляется инвентарный номер. Мебели, ну, неважно, чего соответственно. А справочник, элементов справочники номенклатуры будет только один. Но на основании именно вот этих вот инвентарных номеров будут формироваться партии учета. Следующий момент. Можно ввести, соответственно, учет по физлицам. И тогда мы сможем формировать отчеты по тому, за каким физлицом закреплена какая позиция. Соответственно, если счет данной функции у нас будет отключена, то тогда мы будем ввести учет в разрезе только подразделения, ну, или, соответственно, направления деятельности. И следующий очень интересный момент, момент которого не было до последних моментов, это учитывать в виде группового основного средства. Значит, по умолчанию стоимость ТМЦ списывается на расходы сразу при передаче в эксплуатацию. Но если стоимость, допустим, всех совокупностей ТМЦ является существенной, и, соответственно, нецелесообразно его списывать при передаче в эксплуатацию, то ТМЦ можно учитывать в виде группового основного средства. В этом случае тогда стоимость будет списываться на расходы в течение срока использования при амортизации группового основного средства. Пример такой мы тоже с вами посмотрим. Сейчас, прошу прощения, возвращаясь тоже к чату. Так, заказ на внутреннее потребление, заказ клиента, приобретение товаров и передача в эксплуатацию. Да, спасибо за пояснение. Если вы используете заказы, то, конечно, вы их используете. Но так как заказы не формируют бухгалтерские проводки, заказы могут, знаете, влиять на формирование проводок только с точки зрения взаиморасчетов, если вдруг объектом расчетов будет являться заказ, соответственно, клиенту или клиента, или заказ поставщику. Тогда мы рассматриваем этот момент с точки зрения рекоментированного учета. Для учета именно ТМЦ и номенклатуры заказы не влияют совсем никак на бухгалтерские проводки, поэтому в данных примерах я их совсем не использую. Но, соответственно, если на вашем предприятии вы ведете учет, то, конечно, это уже оперконтур для ваших менеджеров, конечно, вы это ведете. Так, действительно, в любом случае вы не можете передать в эксплуатацию до тех пор, пока его не приобрели. И, соответственно, приобретаете плановый документ для того, чтобы мастер отдела своих... Да, да. Ну, то есть вот мы проговорили. В данной ситуации мы рассматриваем именно учет ТМЦ с точки зрения бухгалтера. Проводок это не формирует и никак не влияет на проводки ТМЦ. Итак, значит, что нам еще необходимо в данном справочнике? В данном справочнике, если мы указываем, что это у нас учитывается в виде группового основного средства, тогда мы должны указать, какая группа основного средства. Это будет, например, офисное оборудование, допустим, инвентарь, объекты природопользования, какие-то другие виды, соответственно, основных средств. Я вот здесь одну из примеров приобрела. И, соответственно, после того, когда мы выбрали с вами, ну, допустим, пусть это у нас будет производственный инвентарь, мы должны сразу же еще указать и статью. Что такое статья? Это статья, которая будет использоваться по умолчанию при заполнении передачи ТМЦ в эксплуатацию. И также тогда необходимо будет указать статью расходов. Видите, и здесь у нас справочник «Статья расходов». Мы попадаем в справочник «Статья расходов». И в следующем поле мы тоже должны будем указать статью из того же справочника «Статья расходов». Но чем они еще раз отличаются? Здесь у нас статья будет заполняться по умолчанию в документе передачи ТМЦ в эксплуатацию, а вторая статья расходов будет заполняться автоматически по умолчанию при заполнении документа принятия к учету группового ОС. Что там за статья расходов, каково ее назначение? Это, собственно говоря, та статья, на которой будет учитываться в дальнейшем именно амортизация этого группового основного средства. И, соответственно, когда мы включаем имущественный учет, у нас появляется такая возможность вести счет учета за балансом, так как мы с вами именно в данной организации инвентарии спецодежды, ну это я так назвала для того, чтобы нам проще понимать, именно в организации мы с вами в учетной политике по бухгалтерскому учету написали, что дополнительная детализация на счетах за балансом учета, то у нас доступна эта опция. Если в учетной политике это не указать, то данной опции у нас не будет. Ну и, соответственно, те, кто пользуется более старыми версиями, у вас сразу же в основном поле меню категории эксплуатации у вас есть порядок погашения стоимости, у вас как раз счета учета в регламентированном учете, которые раньше были 10, 11, 13, 13. В новых релизах это поле скрыто, то есть мы его можем увидеть, только предварительно нажав. В более ранних версиях это поле находится вот здесь повыше, но сразу же система предупреждает, что с 21 года стоимость ТМЦ, переданных в эксплуатацию, всегда списывается при передаче. Соответственно, если до 21 года, ну вдруг делаете восстановление, допустим, учета в какой-то организации, что-то там правите, тогда, конечно, эти поля нужно будет заполнить. Если же после 21 года, то есть 22 года, то эти поля уже не нужны. Итак, тоже я сразу же прописала при составлении, при подготовке, соответственно, контрольных примеров этих категорий эксплуатации. Первая прописала, что это у нас срок эксплуатации 5 месяцев. Покажу, где мы это будем видеть. Второй, вот он у нас 5 месяцев, показала, что это у нас инвентарь. За инвентарь у нас отвечает счет учета за балансом, соответственно, счет С04. И сразу тогда посмотрим, что у нас доступно всего три счета. Либо это спецодежда, либо это спецоснастка, либо это инвентарь и прочие постпринадлежности. И, соответственно, так как у нас просто только включен имущественный учет без каких-либо детализаций, то я прописываю инвентарь, имущественный учет 5 месяцев. Соответственно, все то же самое под другим категориям эксплуатации. Здесь, видите, я включила, что у нас также имущественный и уже учет по физическим лицам. Есть просто спецодежда я поставила без имущественного учета. Тоже мы посмотрим, чтобы пример. Далее разное количество месяцев поставила. Так как вот у нас спецодежда, соответственно, счет МЦ02 с инвентарными номерами. Но я не делала уже, знаете, все галочки нам сейчас не нужны. И нам самое главное понять поведение, какая галочка за какой функционал отвечает. И самое последнее, совершенно особенное, это у нас, что учитывается в виде группового основного средства. Соответственно, здесь у нас заполнено, что, ну, я вот так взяла, что это у нас офисное оборудование. статья при списании в последующем данность данного группового основного средства у нас будет автоматически будет списываться групповое основное средство и обязательно статья расходов должна быть на формирование внеоборотных активов и формировать стоимость внеоборотного актива. И тип аналитики должен быть основное средство. Только в этом случае возникнут проводки. Если вдруг мы выберем, расходы возникают на внеоборотные активы, то проводки просто не сформируются. Хотя статья, да, автоматически подтянется. Соответственно, так как это внеоборотные активы, то тогда мы и счет учета указываем 0,8, 0,4, 0,2. Ну и, соответственно, в налоговом учете я показываю, что это нематериальные расходы. За балансом мне интересно, допустим, указать, что это спецоснастка. И статья расходов, видите, я уже прописала, амортизация. То есть, когда мы будем вводить в эксплуатацию данное групповое основное средство, то она у нас будет уже, эта статья будет автоматически заполняться именно в поле для начисления амортизации. Ну и, соответственно, здесь прописала тоже другие статьи, чтобы мы видели все варианты и в регламентированном учете. Соответственно, идем в документ. Передача в эксплуатацию. Вот он у нас документ. Мы прописали, выбрали все ГФУ. Там, где у нас ГФУ, видите, по физическим лицам, соответственно, необходимо сразу же заполнить физическое лицо. Система требует, без этого просто не даст заполнить. Сразу же у нас подтянулись статьи списания, которые, опять же, берутся из ГФУ автоматически. Видите, статья расходов в документе внутреннее приобретение. Дальше у нас возникли позиции, по которым формируется инвентарный номер. Здесь тоже хочу сказать интересный такой момент, что тот же самый элемент в другом документе может, система позволяет вводить тот же самый инвентарный номер. То есть система номер 0,0,0, вот определенное количество нолей и единицу в разных документах. На что будет влиять? Это будет влиять на партию. То есть он, получается, не дублируется, что один и тот же инвентарный номер, а от инвентарного номера будет формироваться партия. Про нее мы тоже поговорим. И совершеннейшим особняком у нас стоит групповое основное средство. Именно там, где категория эксплуатации в виде группового основного средства. Соответственно, подтянулась статья групповое основное средство, где у нас прописано, что будет счет 0,8, 0,4, 0,2. То есть если у всех остальных ТМЦ будет счет по кредиту зависеть от ГФО номенклатуры, забалансовый счет будет зависеть от счета, прописанного в категории в эксплуатации, то, соответственно, счет дебета в групповом основном средстве будет зависеть от статьи расходов, от статьи списания. Что это у нас переходит на стоимость внеоборотного актива. После того, когда мы проводим данный документ, отражаем его в регламентированном учете, видим, по кредиту списалась счета из ГФУ, по дебету у нас отразились счета из статей расходов. При этом, если по всем позициям, ну, классические статьи, затрат именно, то мы помним, что 080402 – это такая совершеннейшая особенность системы ERP, это тоже статья расходов, хотя мы понимаем, что по факту это не затраты. И сразу же у нас в комментарии прописывается списание товаров на расходы, и точно так же у нас ведется количественный учет на забалансовом учете. Только количественный, не суммовой. Все, здесь у нас все суммы прописались в бухгалтерском и в налоговом учете. А если с ТНЦ в эксплуатации вроде как все понятно, мы их списали, и они у нас числятся там на забалансе. Соответственно, если сформируем с вами оборотно-сальдовую ведомость по отдельности МЦ 0.1, ой, 0.2, 0.3, 0.4, то увидим там количественный учет. Давайте сразу же тогда сделаем. Так, оборотно-сальдовую ведомость сформируем. У нас за январь месяц, давайте, МЦ 0.2. Увидим, что, соответственно, в разрезе подразделений мы видим количественный учет. Ну, здесь у меня уже дальше есть документы движения, сформированы заранее, чтобы немножко экономить время, так как у нас всего с вами час. Так, и, соответственно, также по всем субсчетам у нас виден только количественный учет. Если сформируем оборотно-сальдовую ведомость просто по МЦ, то мы ничего не увидим. Почему? Потому что в показателях у нас количественный учет нам становится недоступен. А суммового учета у нас нет. Поэтому вот особенность, соответственно, такая. Так, вопрос у нас в чате. На групповой ОС инвентарный номер, да, не присваивается. Сейчас как раз идем дальше к именно основным средствам. Инвентарный номер присвоился бы, вернее, система присвоила бы, заставила присвоить, если бы мы поставили галочку «Учет по инвентарным номерам». Но мне было важно здесь показать не то, чтобы больше как по факту, например, у вас происходит, а именно то, что если поставили галку, то есть в категории эксплуатации справочной, то у нас появилось требование запомнить инвентарный номер. Если мы в категории эксплуатации не поставили, то инвентарный номер у нас не требует, несмотря на то, что это будущее основное средство. После того, когда у нас, соответственно, попало как будущее основное средство, то где мы можем увидеть этот момент? Сейчас мы проводить и закроем. Мы это, соответственно, увидим в подсистеме внеоборотной активы и специально прямо рабочее место принятия к учету ОС. Вот я здесь уже отсортировала на сегодняшний день. По нескольким организациям у нас есть некие позиции, которые нужно ввести в эксплуатацию. Соответственно, делаю отбор по нашей организации и по, соответственно, клавише «Оформить принятие ОС». Формируем документ. Значит, что у нас? Все традиционно просит заполнить подразделение, просит, естественно, указать амортизационную группу. В основном средстве, смотрите, инвентарный номер не заполняется и не будет его требовать. И формируется автоматическое наименование его, учитывая в виде группового основного средства. Причем, видите, когда мы говорили с вами про срок эксплуатации, вот он, срок эксплуатации. У нас здесь показано справочно, что с января 2023 года по сентябрь 2024. Потому что, помните, мы указали, что для данной категории эксплуатации срок эксплуатации 20 месяцев. Вот система посчитала их по месяцам. Соответственно, так как у меня по умолчанию в демо-версии стоит учет управленческий именно в валюте, посчитала еще в валюте, вот он взял наше средство, и теперь в параметрах учета. Что нам интересно? Что в бухгалтерском учете и в управленческом автоматически проставляется начислять амортизацию, автоматически повторил срок использования, соответственно, 20 месяцев. А вот в налоговом учете он пишет не применять к учету, а сразу же включить расходы. Ну, соответственно, выбираем тоже группу финансового учета для основных средств, и еще одно поле нам интересно, это отражение расходов. Вот сюда как раз у нас попала статья расходов, которую мы опять же с вами прописали в справочнике классификации эксплуатации. То есть насколько важно правильно изначально заполнить. Если мы сразу же правильно заполнили, то у нас в дальнейшем учет очень и очень упрощается. Теперь я прошу прощения, я не буду проводить этот документ, потому что я его уже до этого создавала, проводила, перезакрывала месяца для того, чтобы показать, как действует данный механизм. Мы с вами просто зайдем в подсистему. Так, документы по основным средствам. Сейчас его... Вот он. Вот тот же самый документ, просто я показала, каким образом он формируется, что оно автоматически появляется, что я эти поля не руками заполняла. Соответственно, я его сейчас проведу. Ну, теперь пересчитаем, так как мы предыдущие документы, я перепроводила, соответственно, система просит сделать пересчет. И отразим в регламенте. Когда мы вражаем в регламентированном учете, мы... Сейчас увидим тот момент, который как раз был прописан, что в бухгалтерском учете у нас будет начисление амортизации, а в налоговом учете сразу же списалось на затраты. Вот смотрите. Первая строчка – это только для бухгалтерского учета. Вся сумма списалась в необоротный актив. А в налоговом возникли временные разницы. Соответственно, от 26-й счет затраты, то есть, который у нас взят, опять же, из справочника классификатор эксплуатации, мы с вами прописали, что статья расходов амортизации на управленческие. И вот, соответственно, так как у нас в январе мы еще только ввели в эксплуатацию, а будем позднее начинать амортизировать со следующего месяца у нас, то в налоговом учете списалась сразу же вся сумма, и, соответственно, минусом возникла временная разница. Так, надеюсь, с этим вопросом понятно. Принятие мы закрываем. Дальше я формировала документы по амортизации. Опять же, заранее, чтобы сейчас сэкономить наше с вами время. При, соответственно, начислении амортизации происходит что? У нас происходит списание и частично погашение в временных разницах. Здесь я еще делала перемещение. Сейчас покажу данного основного средства, поэтому разделено на две странички. И так постепенно-постепенно, с каждым месяцем, соответственно, временные разницы уменьшаются. Теперь, так еще делала, на внутреннее потребление, тоже сразу же момент, по направлениям деятельности. Дело в том, что если мы в документе приобретения укажем с вами направление деятельности, тогда именно в рамках этого направления деятельности мы сможем, вот видите, сделала направление деятельности, сделала несколько позиций, и, соответственно, эти позиции мы сможем с вами списывать в эксплуатации только в рамках этого направления деятельности. В рамках другого направления деятельности по умолчанию мы сделать не можем. Почему? Потому что система точно так же, как по себестоимости, ведет совершенно обособленный учет. Вот мы купили на направление деятельности 1, соответственно, например, на направление деятельности 2, те же самые позиции, видите, я здесь указала, провожу документ, и документ говорит, не удалось провести. Почему? Потому что по этой организации данные позиции, по данному направлению деятельности отсутствуют, ну то есть их не хватает. Для того, чтобы ввести именно в эксплуатацию на данное направление деятельности, нужно сначала сделать документ перемещения в эксплуатации. Вот если, например, мы в эксплуатации, здесь у нас есть направление деятельности, например, с одного направления деятельности на другое направление деятельности спишем, вот тогда уже мы сможем осуществлять, соответственно, документы движения по этим позициям. Еще какие у нас документы? Передача в эксплуатацию мы с вами сказали, перемещение. Перемещение может быть по складам, по материально ответственным лицам, по подразделениям, по направлениям деятельности. Соответственно, можно осуществлять документ возврат из эксплуатации. И, соответственно, списание из эксплуатации. Для чего нам нужно списание из эксплуатации? Специание из эксплуатации. В принципе, здесь вроде как все понятно. Смотрим проводки, какие у нас сформировались. Было какое-то ТМЦ в эксплуатации. Все, у него закончился либо вот этот срок использования, либо, допустим, тот же самый перфоратор, он физически сломался, мы его, соответственно, раньше времени списываем. Еще есть такой очень хороший момент по документам, которые мы с вами по малоценным ТМЦ. Напомню, что мы сделали с малоценным. Мы указали в ГФУ, что это малоценная ТМЦ. Мы в учетной политике указали, что мы списываем сразу же в стоимость и только в бухгалтерском учете. Напомню, проводки только в бухгалтерском учете происходят. Соответственно, при закрытии месяца, я вам говорила, система сама поймет, что это у нас малоценное. И по нему, соответственно, нужно осуществить движение следующее. Мы сначала, на десятку у нас попало в количественном учете, в бухгалтерском и в налоговом, в документе приобретения. Затем, при закрытии месяца регламентной операции расчет себестоимости, у нас происходит списание только в бухгалтерском учете. Соответственно, в налоговом учете у нас возникают налоговые разницы. И только тогда, когда мы сделаем документ внутреннее потребление, несмотря на то, сколько мы там указали месяцев, эти месяцы только справочная информация. Мы должны вручную, при закрытии месяца, это ограничение системы, система не попросит вас сформировать документ на внутреннее потребление, потом его списание из эксплуатации. Вот здесь только ручками можем сделать. И, соответственно, после того, как мы сформируем документ внутреннее потребление, у нас спишется сумма и в налоговом учете, и, соответственно, налоговые разницы, временные разницы уйдут. Вот я специально взяла все количество, которое приобрела, его все списала на внутреннее потребление, и только после, чтобы было понятно, что сумма уходит полностью. Ну, соответственно, мы их можем частично списывать. При этом, значит, что единственное делает система, что когда мы заполняем документ, внутреннее потребление, внутреннее потребление здесь мы так записываем, одну секундочку. А вот при списании ТМЦ, при списании из эксплуатации, нам система может показать следующее. То есть мы можем сделать сортировку начала эксплуатации, например, взять только те товары, которые с января 2023 года. Видели, что у нас список уменьшился. Вот у нас были еще позиции, соответственно, если мы ограничиваем, например, только всем январем, то будет одно количество позиций. Я делала документы 9 января, соответственно, у нас другое количество ограничений. И, соответственно, на ту дату, на которую у нас существует. Хотя, так, допустим, мы сейчас поставим 24-е, там, 09-е, например, 24-го года. У нас останутся и те позиции, которые еще не списаны. Но мы видим, что вот эти позиции нужно было списать, оказывается, еще в июне 2023 года. Вот про этот момент нужно помнить. И, соответственно, да, здесь вот желательно сделать доработку, соответственно, если у вас особенно много данных позиций. Так, списание, соответственно, есть у нас еще документ такой, как прочее приходование. Если мы вдруг, там, при инвентаризации еще что-нибудь у нас обнаруживается, какой-то элемент. При этом система, помните, я вам говорила про инвентарные номера, как раз это вот автоматически, система автоматически подбирает партию. И если вдруг мы потом там в первичном документе что-то сделаем, то поменяем, например, инвентарный номер, физлицо, дату документа передвинем, а следующий документ у нас уже сформирован, то будет дисбаланс между партиями. И система при закрытии месяца нам будет об этом говорить, что либо в отчетах, например, если мы, опять же, вот эту партию, например, передвинем в другое число, то в управленческих отчетах мы эти минусы тоже увидим. Но, к сожалению, я все минусы подчистила, но покажу, где вы это можете увидеть. Ну и, соответственно, при прочем оприходовании у нас получается, что мы списываем с ТМЦ, а наоборот с ТМЦ в эксплуатации из-за баланса ставим наоборот на баланс. По какой-либо причине мы приняли такое решение. Значит, так, про внутреннее потребление мы сказали, про расчет себестоимости мы с вами сказали, в категории эксплуатации поговорили, это мы все с вами посмотрели. Так, здесь у нас, здесь мы проводки с вами тоже смотрели, что, ну, просто в другом месте мы с вами смотрели в карточке, что возникали как раз в документе расчет себестоимости налоговые разницы, так как это у нас малоценное. То есть там все система делала автоматически, и единственный момент, который система не учитывает, вот, ну, опять же, функционал постоянно дорабатывается, поэтому нужно смотреть. В более ранних релизах, это я говорила, в подсистеме склад и доставка в отчетных, более свежих – это в подсистеме внеоборотные активы, отчеты по внеоборотным активам, ТМЦ в эксплуатации. Соответственно, есть ведомость и есть только остатки. Раньше регистр формировал только обороты, и, опять же, более старые релизы не показывают начальные и конечные остатки. То есть если, например, было какое-либо движение в январе, то в январе будет это движение, а, например, в феврале уже просто не будет этой позиции в отчете, как будто бы его и нет, хотя он на остатке есть, потому что регистр был оборотный, а без накопления, с начальным и конечным остатком. Соответственно, в более старых релизах у вас отчет будет выглядеть несколько по-другому. Когда настраиваем отчеты, если мы настроим до прямо регистратора, то вот мы как раз здесь в системе увидим все движения. И, соответственно, например, вот видите, списание в эксплуатации, он цепляет за собой внутреннее потребление. Вот если мы внутреннее потребление сейчас перетянем в 10 января, на самом деле на проводке-то совсем никак не влияет, потому что мы сейчас смотрим оперконтур. Так, факир был пьяный, опыт не удался, но я хотела показать партии. Вот я говорю, у меня были минуса, пока я тут экспериментировала, передвигала документы. Так, сейчас одну секунду сделаю. Вот здесь, допустим, возьмем в этой позиции поменяем с вами категорию эксплуатации. Так, видите, так как в категории есть инвентарный номер, запросят и инвентарный номер, и физическое лицо. Так. Ага, там. Но, к сожалению, так не тот, не всего. Сейчас, одну секунду. Давайте, как спецодежду сделаем. Просто поменяю категорию эксплуатации. Не хочет показывать минусы, ну ладно. На будущее. В документах списания автоматически подтягивается как раз партия, которая будет использовать как раз все данные из категории эксплуатации. То есть это у нас и инвентарный номер, это и физическое лицо, если оно используется, и подразделение, и направление деятельности. Соответственно, вот в отчете я показала, что и по направлению деятельности отдельно, то есть это прямо отдельный совершенно разрез. И, прошу прощения, чуть-чуть задерживаемся. Сейчас я хочу еще показать, знаете, какой элемент. Так, по ограничениям. Сейчас, секундочку. Какие у нас есть в системе, про которую мы уже несколько проговорили, но для того, чтобы обобщить момент. Что контроль остатков используется для документов передачи в эксплуатацию и перемещения, для корректировки либо изменения, как мы не проговорили, статьи расхода и срока эксплуатации по уже переданному в эксплуатацию ТМЦ специального документа нет. Для того, чтобы это изменить, данные учетные данные, необходимо оформить сначала возврат к ТМЦ, то есть документ возврат ТМЦ эксплуатации, и затем заново его передать в эксплуатацию и там уже изменить, например, срок или статью расходов именно в категории эксплуатации. Лучше вводить новые категории эксплуатации, но не вносить изменения в существующей категории эксплуатации, это очень важно, потому что как раз про то, что я вам говорила, потом пойдут минусы по партии. Следующее. Введение полноценного управленческого учета для ТМЦ в эксплуатации пока что не предусмотрено, поэтому вся управленческая отчетность, соответственно, в момент передачи сразу списывается в расходы, и, соответственно, там у нас ведется количественный учет, и в отчетах сейчас после этого еще на секундочку задержимся, покажу как раз в отчете, где смотреть сроки использования. Система не контролирует окончание срока эксплуатации, нигде никак нам не семафорит, кроме как в отчете, и то не выделяет отцветом. В документе возврат ТМЦ эксплуатации нет возможности выбрать номенклатуру какого-то другого качества, то есть только одного качества, например, там ограничено годен, негоден и так далее, и также не предусмотрено документа по инвентаризации ТМЦ в эксплуатации. Для этого мы можем с вами использовать только отчет, отчет либо отстатки в эксплуатации, либо, соответственно, если это в регламентированном учете, это оборотно-сальдовая ведомость по забалансовым счетам. И вот то, что я вам говорила по сроку эксплуатации. Система нам говорит, вот какого числа должна закончиться. Вот, допустим, я ставлю на 1 апреля 2024 года остатки, и мне система говорит, что вот, у меня, видите, как раз полезны те самые минусы, где я там изменила один из документов, пошла партия некорректная. Но автоматически при закрытии месяца, хотя я сделала закрытие месяца прямо на все 20 месяцев вперед, как прописала по максимальному сроку полезному сроку эксплуатации. Система нигде на это не ругается. Соответственно, здесь либо вот так вот глазками смотрите по месяцам, ну, либо зовете нас, мы вам сделаем доработку, которая будет нам сообщать о том, что такие-то позиции необходимо списать. У них закончился срок эксплуатации. Так, вопросы. Я увидела общую картину создания документов. Какие документы создает мастер на основании каких отчетов? Принимает решение о создании заказов. Еще раз, заказы. Мы у нас, тема, учет ТМЦ с точки зрения рекучета. Заказы по движению товаров не делают никаких проводок, поэтому заказы мы не рассматриваем. Заказы мы рассматриваем только во взаиморасчетах, когда объектом расчетов является заказ. Только в том случае он влияет на бухгалтерские проводки. В данной ситуации заказы не как не влияют на формирование бухгалтерских проводок. Первый момент. Второй момент. В какой-то компании используют заказы, в какой-то компании не используют заказы. То есть это очень индивидуально. Но создание заказа – это необязательная функция. Соответственно, то, как вы поставите настройки именно в инсуи, использование заказов, у вас система будет просить заказы, либо не будет. Так, как ему повторно ввести в эксплуатацию и каким сроком использования. Как раз только что про это говорила, когда говорила о ограничении системы. Нужно сначала вывести из эксплуатации, затем ввести заново в эксплуатацию, использовав новую категорию эксплуатации, где пропишите новые статьи расходов и новые сроки эксплуатации. По бухгалтерскому контуру вроде все понятно. Если все настроено, штатный функционал хорошо работает. Коллеги, если вопросов нет, тогда всего доброго и до следующих с вами встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова